Друзья, всем привет! Сегодня продолжим говорить о свете и речь пойдет про модификатор света с креплением Bones Apoche Spotlight. Кстати, недавно на канале вышел ролик про очень крутой свет Apoche LS300X. Если вы его еще не посмотрели, то обязательно сделайте это. Ссылка будет в описании. Как всегда, начнем с комплектации. Я думаю, что вас немного удивит тот факт, что поставляется он в очень крутом кофре. Выполнен он из композитного материала, окрашен в черный цвет, имеет надежный крепеж и ручку для переноски. Снизу также имеются прорезиненные ножки. Давайте его скорее откроем и посмотрим, что же там внутри. А внутри нас встречает просто нереального веса адаптер для света. Это сочетание металла и стекла. Скажу сразу, первые впечатления очень странные. Он выглядит, как какая-то космическая пушка или бластер из игры. Всего бывает три версии этого модификатора с разными углами фокусировки. 19, 26 и 36. В нашем случае 26. Это своего рода золотая середина, когда имеется совсем небольшая дисторсия и оптимальное расстояние для работы. Также в комплекте есть набор для ухода и набор трафаретов, но о них мы поговорим чуть позже. Так как конструкция адаптера достаточно монолитная, то говорить о каких-либо технических особенностях, я думаю, не имеет смысла. Давайте сразу перейдем к делу и посмотрим, на что он способен. Тестировать мы его будем вместе с крутейшим светом Apoche ALS 300X. Объясню. 300X это бикалорный свет, и с такой насадкой мы можем реализовать его потенциал на полную. С ним, например, мы можем имитировать теплый солнечный свет. Первое, как можно использовать данный модификатор, это как линзу Фринеля, но только очень навороченную. Посмотрите на то, какой ровный и резкий круг мы получаем. Для фокусировки необходимо ослабить зажим, и изменяя положение передней линзы, мы наводим фокус. Если нам не нужны такие резкие очертания, то мы можем с легкостью их засофтить. Достаточно изменить положение линзы. Наверняка, если вы бывали на концертах или шоу, где много света, то наверняка обращали внимание на то, как подсвечивают артистов на сцене. Здесь похожая реализация. Вообще поражает, на какую дистанцию способен бить свет в такой связке. Для демонстрации мы выбрались ночью и проверили Spotlight именно в пылевых условиях. Благодаря тому, что LS300X способен работать на полную мощность от двухбатаревый маунт, то это не составило труда. Просто чумовой эффект. Никакой другой светильник типа Ари с линзой Фринеля вам этого не даст. Spotlight для нашего обзора мы взяли в магазине Kremlin Store. У них есть все, что нужно для профессиональной и любительской съемки. Свет, микрофоны, электронные стабилизаторы, накамерные мониторы, клетки, штативы, системы фоллоу-фокуса. В общем, все не перечислить. Лучше самим посмотреть. Помимо отличных цен у магазина еще и отличная репутация. Ссылка будет в описании. Рекомендуем. Самое крутое, что благодаря сложной конструкции и наличию нескольких линз мы получаем световой пучок без хроматических аберраций. Если вы стремитесь сделать картинку максимально качественной, это пойдет на пользу. Если на классическом Ари имеются внешние шторки для управления светом, то на Spotlight они расположены внутри. Большим минусом Ари является сильный нагрев, и спустя какое-то время прикоснуться к шторкам без реззащиты просто нереально. Небольшие шторки на Spotlight безумно упрощают работу по обрезке светового потока. Мы можем создать практически любой световой пучок. Например, тонкую линию, которая имитирует слегка приоткрытую дверь или штору. Помимо видео, такой свет можно применять и в процессе создания крутых фото. Посмотрите на них, никакой другой свет не позволит вам добиться такого эффекта. На передней части располагается держатель для гелевых фильтров, поэтому у вас не будет проблем с тем, чтобы создать именно тот цвет, который вы захотите. Помимо этого, используя отражатель, мы можем получить достаточно мягкий рассеянный свет. Давайте попробуем это сделать. Для этого возьмем обычный пенопласт и будем использовать его в качестве отражателя. Направляем источник света в него и отражаем на персонаж. Мы получаем мягкий свет, который придает объем. На заднем плане у нас также небольшой источник света, который отделяет объект. Там же, где находятся шторки, имеется специальный держатель для трафаретов. И вот сейчас будет самое интересное. Для чего они могут нам пригодиться? На самом деле, абсолютно для любой ситуации. Обычно в продакшене делают большие трафареты, которые размещают перед источником света. И таким образом имитируют, ну, например, листву за окном. Якобы свет проходит сквозь крону деревьев. Теперь все намного проще. В комплекте у нас есть три трафарета. Имитация жалюзи, имитация фаербола, огненный шар и имитация дерева. Мы поработали с ними как в студии, так и на натуре. Сейчас вы можете увидеть результат. Обрезка света и установка трафаретов производится очень быстро. Если необходимо, то установленный трафарет можно также скорректировать шторками. Помимо стандартных трафаретов, есть возможность использовать свои собственные, например, со своим логотипом и проецировать его в процессе съемки. Такие трафареты можно изготовить в специализированных мастерских, где занимаются лазерной резкой. Теперь не нужно изготавливать большие трафареты или флаги, все необходимое у вас уже есть. Также эти трафареты отлично показывают себя в создании фотоснимков, о чем я говорил ранее. Некоторые фотографы или видеомейкеры используют проекторы для подобных сцен, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что нам дает данный модификатор. Какие выводы я могу сделать? Лично мне кажется, что подобные адаптеры заслуженно займут место в индустрии. Да, это не формат голливудского кино, но для независимых студий и видеопродакшенов это будет отличным инструментом. Ведь все, чем мы ограничены, это наша фантазия, все остальное позволит решить Aperture Spotlight. Подписывайтесь на канал и задавайте свои вопросы в комментариях. Ну а также не забывайте, что если вам нужна крутая музыка для YouTube или создание рекламных роликов, то зарегистрировавшись по ссылке в описании на Epidemic Sound вы сможете месяц бесплатно качать треки в неограниченных количествах и легально заливать свои видео в интернет. Ну и видео своих клиентов, если выберете коммерческий план. Причем даже по окончании бесплатного периода все права на музыку в ваших загруженных видео останутся с вами навсегда. Если вы еще не попробовали, то обязательно сделайте это. Ссылка будет в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!